Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Ольга Сафронова. В этом выпуске я расскажу о новинке из фонда Дворца книги «Любимые ждите, я вернусь в фронтовые письма». Это книга из серии «Память Великой Победы» доктора исторических наук Нины Константиновны Петровой. Нина Константиновна родилась в 1937 году в Луганской области. Ее научные труды посвящены истории рабочего класса, внешней политики России и, конечно же, истории Великой Отечественной войны. Серия «Память Великой Победы» — это собрание ее произведений именно по этой теме. Книги эти лишены романтических домыслов. Долгое время Нина Константиновна скрупулезно собирала письма и архивные документы, которые наиболее объективно отражают некоторые аспекты Великой Отечественной войны. Горкуша Петр Макарович, 1925 года рождения, радист, был корректировщиком огня артиллерии, после войны работал в Нижнем Тагиле. 44 письма любимой девушке. 25 мая 1944 год, привет из Чехословакии. Спешу передать тебе свой горячий привет и массу лучших пожеланий в твоей жизни и учебе. Сегодня мне, наконец, выпало большое счастье получить твое письмо, за которое я должен сердечно тебя благодарить. Ты, конечно, знаешь, как я его ждал и сколько его ждал, и теперь оно уже у меня, теперь я спокоен. Правда, сегодня я не надеялся получить, ибо мы сейчас в движении гоним фрица на запад, и почта случайно попала на нас. А то мы немного позже тогда должны были ее встретить. Да к тому же от отца тоже получил письмо и узнал радостную вещь, что вы теперь почти вместе. Очень приятно читать эту новость. Я этому рад. Может, ты чаще вспоминать будешь меня из-за этой самой ямочки, что и у него на щеке. Конечно, до нее ты уже не дотронешься, как бывало до моей. Недаром пословица говорит «близок локоток да короток». Ну ничего, когда-нибудь ты дотронешься до самой настоящей, лично моей. Теперь тебе веселее будет со моим отцом, да ему будет лучше с такой хорошей знакомой. А то и больше, верно? А теперь о себе. Сейчас пишу письмо ночью. Хоть часто приходится его прерывать, но все же хочу ответить. Да нельзя не ответить на такое письмо, которое... Оторван край. Нет возможности. Но ты, конечно, обижаться не будешь из-за этого. Когда есть время, я пишу. Сегодня удачный момент. Можно обсушиться и тебе письмо написать. И так приходится очень-очень редко. А дыма воспаленными глазами мы смотрим в ночь, собравшись у костра. А дождь идет, не расстается с нами. Идет всю ночь до самого утра. Течет вода, вода течет за спину. Ночной туман закрыл вершины гор. За нами растелалась Украина. Огромный отвоеванный простор. И пусть бывает трудно нам, солдатам. Врагам трудней. И эта цепь вершин их не спасла. Мы перешли Карпаты. И мы, конкурсители, придем в Берлин. Вот такие мои дела. Жизнь проходит в общем ничего. Самочувствие прекрасное. Что самое главное в данный момент. На этом надо заканчивать. Писала вы больше, но надо дать ответы отцу. А возможно, я завтра еще напишу тебе. Посылаю здесь на память открытку. Все. До свидания. Крепко целую. Петя. 3 сентября 44 года. Привет, Аскарпат. Милая Эллочка, добрый день, веселый час. Что ты делаешь сейчас? Брось ты это дело. Брось ты все и прочти мое письмо. На улице полночь. Свеча догорает. Высокие звезды видны. Ты пишешь письмо, моя дорогая, в пылающий адрес войны. И долго ты пишешь, моя дорогая, окончишь и примешься вновь. Зато я уверен, к переднему краю прорвется такая любовь. Давно я из дома огни наших комнат. За дымом войны не видны. Но тот, кого помнит и тот, кого любит, как дома и в дыме видны. Тепло на фронте от ласковых писем. Читая за каждой строкой и каждое слово радостных песен, счастье вселяет рукой. Но скоро вернусь я. Я знаю, я верю, что время такое придет. Останутся грусти, разлука за дверью. И в дом только счастье войдет. И как-нибудь вечером вместе с тобою, к плечу прижимаясь плечом, мы сядем и письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем. Я помню тебя, долго буду. Ты подруга моих ласковых дней. И где б ни была, я тебя не забуду, любя всей душой своей. Дорогая, писал бы я без конца для тебя песню, но ведь надо и о себе написать, о своем состоянии. Ведь знаю, ты сейчас взволнована и все время ждешь новые весточки от меня, чтобы узнать немного обо мне. Я сам виноват в том, что заставляю так ожидать, и особенно сейчас. Но с тех пор, как написал тебе последнее письмо, я вообще не делал ничего своими руками. Абсолютно ничего. И вот сейчас, когда руки освободились от всего, я сразу же принялся за письмо к тебе, моя любимая. Я знаю, что ты все время только и думал, как пройдет моя операция, и должен тебя обрадовать, что прошла она успешно. Это видно сразу по моему почерку. Ведь эти письма не так я писал, правда? И теперь я уже не беспокоюсь за нежелательные последствия мысли, которых не покидал меня. Постоянно тревожило. Ведь что я мог делать, когда одна моя рука не действовала? Ведь разве ты могла бы увидеть тогда меня? Нет. Но теперь мне возвращено все, и обе руки нормально работают, хотя я ослаблю из-за потери крови. Милая, не хотела я тебя тревожить преждевременно и писал, что ранение легкое, не опасное. Что бы ты делала, если сразу в этом признался? Была бы постоянно в тревоге. Но я думала, что лучше сейчас обрадовать, чем тогда я огорчила бы тебя, ведь верно. А теперь осталось лишь дело в том, что раны скорее заживали. Только этого сейчас и не хватает. Может, ты задумаешься в том, что я еще что-то скрываю и даюсь подробности? Подробности все, я думаю, не нужны. Но разве я это скрою от тебя, что мне вернули прежнюю жизнь и вернусь только лишь для тебя, для нашего общего счастья, о котором немного сказано в данной песне и о котором еще раз скажет не одна песня. Все это для тебя, Элочка. Я постараюсь сделать все, чтобы ты была по-прежнему веселой и милая улыбка не сходила с твоего лица, чтобы твои глаза, ох, эти милые глазки, всегда искрились радостью и надеждой. Ведь тогда я буду счастлив, зная о тебе. Конечно, ты скажешь, разве я могу быть счастлива, когда возле меня нет самого дорогого? Да, дорогая, ты должна быть и сейчас счастлива, что твой самый дорогой таким и остается, каким был при встрече с тобою. Оставиться таким же любящим, преданным, как и прежде. И он останется для тебя таким же, каким был в последнюю минуту разлуки. Для моей любви к тебе нет ни границ, ни пределов. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. Книга очень печальная, но и одновременно светлая. Словно взгляд в прошлое, в то время, когда война стала страшным испытанием для всех, людей от мала до велика. И это чувствуется в каждой строчке каждого письма с фронта. Само появление такого издания показывает, как сильна память народа о Второй мировой. Нина Константиновна Петрова проделала огромный труд работы над этой книгой. Кропотливая работа с архивами и с каждым письмом в частности. Про авторов писем есть краткая информация, а ко всему собранию писем целый научно-справочный аппарат. Это настоящая археологическая подготовка документов. Это не просто сборник писем с войны. Это сборник о любви в годы войны. Он о людях, которым присущи ревность и любовь, радость и горе, героизм, самоотверженность. Письма были адресованы любимым людям, наполнены были любовью к родине. И хотя судьбы часто складывались печально, но авторы продолжали верить и быть благодарными за взаимную любовь. Эта книга дает надежду и веру. Ты стоила мне слез и силы воли, упорная она нашлась во мне. Поэтому люблю тебя до боли, а без тебя люблю тебя вдвойне. Ты, вероятно, не представляешь, что я только о тебе и думаю, тем более сейчас, когда у меня нет никакого дела. Лежу или в постели, смотрю или кинокартину, или слушаю концерт, но мысль о тебе не покидает меня. Вот сегодня будет картина в старом Чикаго. Вспоминаешь ли ты что-нибудь при упоминании о ней? А я помню все, как будто бы это было вчера. Я взял тогда тебя за руку и хотел дать понять тебе, что я уже любил тебя и ждал твоего ответа, но потом лишь только откровенно объяснялся во всем. И после твоего положительного ответа я уже считал себя счастливым, что нашел в тебе верную подругу, так много отличавшуюся от всех окружающих. Дорогая, помню всегда, что ты не ошиблась при выборе друга, который оправдает все твои слова, обещания и клятвы. Ведь я пока сдерживаю все слова, которые тебе говорил. Я обязана это делать для тебя, лишь только для тебя, ибо все окружающие никакой роли для меня не играют. Конечно, я не думаю обманывать, но в своих словах для них я осторожна. Не говорю, чего не следует, кто бы он ни был. Надеюсь, что ты хоть немного узнала мой твердый характер, который сломить никто не сможет любой ценой. Налейшин, ты еще его лучше узнаешь, а тогда ты без сомнения будешь верить каждому моему слову. Я думаю, что ты и сейчас мне веришь. Если так, то пусть оно так навсегда остается, ибо во мне изменений по отношению к тебе не должно быть, кроме того, что я тебя буду любить все сильнее и сильнее. И так до самой встречи. К чему заранее предугадывать, когда все свое время само придет и наша встреча, и наше счастье? Но за это счастье мне еще придется драться с врагами и не отпущу его от себя, чтобы со мной не случилось. Еще одна последняя схватка за него. Я тогда буду с тобой вместе счастлив. Я не эгоист, чтобы думать только о своем счастье. И ты вместе со мной получишь это счастье. Оно и не мое, и не твое, а наше общее. К чему я так распространяюсь? Вот ты и сама это прекрасно понимаешь. На этом надо заканчивать. Сейчас будет кино. До скорого. Привет, подруги Зои. Крепко-крепко целую тебя. Жди дальнейших писем. Твой Петр. 21 сентября, 44-й год. На память елочке от Пети. Карпатское письмо. Любимая, с высот Карпатских гор тебе привет я нынче посылаю. С тобой вместе шел я до сих пор. С тобой теперь и по горам шагаю. Будь, как всегда, у сердца моего, на дне долин и на краю ущелий. Пускай коснется слуха твоего, Спокойный шум столетних старых елей. Здесь в облаковке пучем серебре Я вижу рожь, растущую высоко. Я слышу здесь, как ливень на горе Проносит с ветра музыку потока. Лесистых гор встает за мною цепь, Пестреют дни в цветастые заплаты. С вершины глянешь, наш лесостепь, Но вся волнами, что ковер измятый. Уже скосили рожь, То тут, то там, с наколотыми на шесты снопами, Желтеет стерня между лесами. Шеренги, выстроившись по горам, И вместе в ныне видится стаган. Наш край, наш дом, и вот мы вместе снова. На сердце свет родного очага И теплота родительского крова. Еще вчера в деревне, Что глядит бревенчатой церкви, Из-за склона был немец, Склон траншеями изрыд. Здесь проходила немцев оборона. Мы овладели новой высотой, Спасли внизу бревенчатые хаты. Вот так, как шел я по степям с тобой, Так я пройду с тобой, и Карпаты. Нагромоздились горы перед нами, Но наши встречи день и за горами. Дорогая Элочка, пока я писала это стихотворение, Мне как раз принесли то письмо. Оказалось, оно из части от ребят. Они получили мое письмо и были довольны, Что я не позабыла о них. Но разве можно забыть о тех, С которыми на фронте делил судьбу, С которыми я сдружился на фронте? Они с удовольствием выполнили мою просьбу, Прислать ко мне требования, чтобы по этому документу Выписали обратно в свою часть после выздоровления. Завтра, послезавтра я получу это. Как я обрадовалась, что теперь смогу вернуться К старым друзьям-фронтовикам. Знаешь ли ты, что нет лучшего здесь, Как бить немца опять со старыми товарищами? Правда, они беспокоятся, что я их не найду, Так как они сейчас не на старом месте. Беспокойство это у них, конечно, напрасное. Ведь впервые, когда я к ним шел, Тут тоже блуждал под пулями и снарядами. Но все же нашел. Так и сейчас. Но сейчас надо дать им ответ. До свидания. Крепко-крепко целую тебя. Твой Петр. Фронтовые письма – это уникальные документы. Солдаты, которые смотрели в глаза смерти, не вгали. Поэтому каждая строчка фронтового треугольника была искренней. Большинство этих писем написаны вручную. На бумаге, бересте или ткани. Фронтовые письма обладают особыми свойствами – достоверностью и доверительностью. Ведь их писали фронтовики, которые знали войну изнутри. Она прошла через них так же, как и они прошли через нее. Эти строки доносят до нас гул войны и радость по случаю великой победы. В книге представлены письма фронтовиков 1941-1945 годов из коллекции Российского государственного архива социально-политической истории. Многие из этих документов публикуются впервые. Узнать, о чем писали солдаты с фронта, можно, прочитав эту книгу. А найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали книги серии «Память Великой Победы»? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин